Что нового добавилось в 19-й версии? Бета-версия. Пока ряд плагинчиков подглючивает. Но сейчас мы с вами все посмотрим. Итак, Music Remixer появился в 19-й версии, в версии Studio. И хотелось бы немножечко его подробнее рассмотреть. Здесь основная его задача отделить наши составляющие микса на следующей части. Голос, барабаны, бас, гитара и все остальное. Под всем остальным имеется в виду какие-то эффекты, синтезаторы, фортепиано, струны и так далее. То есть все, что не вошло вот в эти категории, попадает вот сюда. Как это происходит? Мы открываем его в микшере на треке. Если у вас его нет здесь, мы включаем его вот здесь. Ставим просто галочку. Ну, можно сразу поставить на дакер, Music Remixer и диалог сепарейтер. Это все модули новые в 19-й версии Studio. Как это работает? Вот у меня просто микс. Готовый, сведенный одним файлом. То есть там и голоса, и инструменты. Достаточно плотно, уже сжато. Я специально такой подобрал. Это, кстати, работа студента. Сергей. Сейчас я уточню. Да, на курсе аранжировки. И что нам предлагает модуль, собственно? Мы захотели, к примеру, изменить баланс голоса или вообще его выключить. Мы можем это сделать на конкретное количество децибел, либо нажать Mute, что значит заглушить. И теперь у нас данная композиция будет без голоса или без голосов. Возвращаем как было. Можно добавить голос. Либо убрать барабан. Либо гитары. И оставить один голос. Причем обработка происходит в стерео. Остаются голоса. Реверберации голосов. Такая немножечко подфильтрованная. Разумеется, идеально это не будет так работать. Ну, по крайней мере, на данный момент. Чтобы идеально, что я имею в виду. Как будто мы взяли мультитрек и независимо выключили какие-то ненужные нам элементы. Остаются какие-то артефакты. Чем больше мы меняем изначально баланс, тем их больше. Но для ряда задач сделать какой-то ремикс, убрать голос, поменять баланс. Иногда это достаточно немножечко прибрать голос. Не полностью его вырезать, а немножечко прибрать. Для репетиции, для каких-то творческих задач это нам может очень здорово помочь. Единственный момент, он достаточно ресурсоемкий. И у вас может подлагивать превью видео, особенно если вы используете много таких эффектов. И самый, наверное, простой вариант выполнить кэширование эффектов. И это разгрузит компьютер, чтобы ему было проще. Это занимает определенное время, конечно. Можно по ходу делать изменения. Тем не менее, очень удобная, хорошая вещь. Я думаю, она будет только улучшаться со временем. Не только в DaVinci, а в принципе в целом. Так, следующий модуль. Следующий полезный модуль называется Dialog Separator. Его задача... Ну, простым языком сделать звук качественней. Вот его также включаем. Вот этой кнопочкой. И сразу можем открыть дополнительные параметры. Он может занять время. На самом деле, открытие. Вот он открылся. Тоже три параметра в данном случае. Собственно, сам голос, окружающие какие-то звуки. Шум, машины. Мы сейчас увидим. Ambience — это реверберация. То есть она уменьшается, когда мы крутим против часовой стрелки. Что очень может здорово нам помочь в качестве, в улучшении. Вот как было. Ну, я сейчас поставлю все по нулям. Давайте послушаем. То есть человек идет в разных локациях, в лифт он зашел. В каком-то парковке там, гараже. Какие-то трафик, машины и так далее. Включаем наш модуль. Ну, собственно, включим. Давайте мы убираем background и ambience. Просто давайте не на сто. Вот так. Я думаю, будет более чем достаточно. Сравниваем. Было. Иногда сразу он не срабатывает, уже через стоп. То есть остановил. Еще раз включаю. Прямо там кнопочки нажимает какие-то. Включаю модуль. Теперь мы не слышим нажатий кнопочек и прочее. То есть он по максимуму старается оставить голос. Здесь тот же самый принцип. Чем больше мы убираем все остальное, тем больше вероятность, что какие-то в голосе будут появляться артефакты, ненатуральные какие-то призвуки и так далее. Тем не менее, если у нас не такой некачественно записанный в плане лишних звуков материал, модуль справляется просто супер хорошо. То есть уже нейротехнологии не то что вторгаются, а вовсю используются в работе. Это хорошо. Переходим к следующему модулю. Так, следующий модуль у нас дакер. Тот самый дакер, который делает чаще всего музыку, например, потише. Давайте возьмем, сразу сымитируем, как будто они, не знаю, по радио слушают нашу музыку. Превьюшку включим в данном случае, она нам пригодится. И когда у нас звучит голос, нам хочется, чтобы музыка становилась тише. Мы здесь активируем дакер на треке с музыкой. Достаем его. Вот без него. Иди сюда, садись, я тебе кое-что расскажу сейчас. Музыка специально зафильтрована вот такой райзером. Можно мы брать. Я в своем познании настолько преисполнился, что не уже этот гнил абсолютно. Дальше. Я хочу, чтобы когда музыка начинается, пока я дубляж весь уберу, точнее, музыка становилась тише, когда появляются голоса. То есть без дакера. Это вот так. Достаточно громко. Давайте включим дакер. Дак левел. Это насколько сильно будет ослабляться музыкальный трек. Исходник, источник, то есть от какого трека он будет срабатывать. В данном случае это трек с оригинальной озвучкой. Я его выбираю здесь. К сожалению, на данный момент нельзя пока выбрать группы. Лукахед. Это насколько заранее он будет начинать ослаблять музыку. Это нужно для того, чтобы не было такого резкого скачка музыки, как будто его резко остановили, вырубили и так далее. То есть, ну давайте лукахед пусть 270 миллисекунд. Райстайм. Это как сильно он будет ослаблять музыку. То есть он может резко обрубить, опять же, либо в течение какого-то времени. Ну пусть также в районе 250. Холд это насколько он задерживает. Сейчас, секунду. Это у меня консолька капризничает. Холд это насколько времени, тоже миллисекунды, он будет продолжать ослаблять музыку после того, как голос перестал уже звучать. И рекавери, параметр, как у компрессора, релиз. Насколько долго он будет возвращать музыку к изначальному уровню после того, как голос перестал звучать. Поехали. Допустим, вот музыка здесь не звучит. Точнее, голос здесь не звучит в этой части. Вошел голос, он стал давить музыку. Я ее специально взял музыку неоригинальную. Без дакера. Включаем дакер. Все, он давит ее. Голос звучит, работает дакер. В паузах. Музыка возвращается к исходному уровню. Вот эти параметры всегда настраивать нужно на слух, включив какой-то нужный фрагмент. Допустим. Рекавери я сделаю побыстрее. А лукахед чуть поменьше. Чтобы вот в этой паузе музыка возвратилась быстрее. Но если это для нас слишком быстро, мы rise time увеличиваем. Он может и вообще не успеть вернуться. Это нормально. Еще пораньше. И hold я увеличу. Угу. И рекавери я увеличу побольше. То есть музыка помедленней вылетает. Можно было сделать тут чуть большее значение, но я специально экстремальные такие выбрал уровни для подавления, чтобы было сразу заметно, что дакер работает. Реально достаточно там 6-10 децибел. В идеале было бы классно, если бы отрисовывались сразу огибающие уровни на треке или на клипе. Но пока так. Возможно, это добавят. Тем не менее, модуль удобен для быстрой работы, чтобы не париться с автоматизацией, не разрисовывать здесь какие-то точечки, ямочки рисовать и так далее. Дальше. Следующий модуль. AI-Penning. Грубо говоря, это автоматическая прорисовка панорамы, используя трекинг какого-то объекта. Допустим, вот у меня человек идет, бежит даже, справа налево. Было бы классно, если бы параметр панорамы за ним вот так вот сам прорисовался. Понятно, что мы можем это вручную сделать, но давайте попробуем использовать новый модуль. Я включаю трекер-контрол. Включаю, что он будет тречить, собственно, перемещение справа налево, ну, либо наоборот. Ближе. Дальше. Вверх-вниз. Меня интересует лево-право первый пункт. Включаю авто. Обязательно выделяю нужный мне клип с точками in-out. Да и все, нажимаю трекер. Он думает какое-то время. И построил, вот я специально сразу огибающую панораму активировал визуально, чтобы мы видели. Все, у нас теперь он бегает справа налево. И на индикаторе панорамы видно, да, изменения. Конечно, мы это все можем перерисовать, удалить, заново тречить и так далее. Это уже полноценное огибающее, с которое я могу делать все, что хочется. Допустим, вот так хочу. Ну, это уже вдруг наоборот он передвигается. Тем не менее, где это может быть полезно? Ну, опять, задумка хорошая, реализация пока не идеальная, потому что иногда он делает это с ошибкой. Иногда он вообще не делает. Ну, я думаю, тем более, это пока бета-версия, все это допилят. И можно будет использовать достаточно эффективно, экономя наше время. Следующий момент, это даже не пункт, но полезное нововведение очень. Это анализатор на эквалайзере. То есть не нужно теперь открывать дополнительный анализатор, чтобы посмотреть АЧХ сигнала. А сразу я открыл эквалайзер, сразу вижу сигнал. Ну, точнее, АЧХ. При этом сразу же я могу вносить изменения. Ну, к примеру, вот этот пик я хочу ослабить. Очень удобно. И я вижу сразу два анализатора. Полупрозрачным – это до эквализации. И более насыщенным цветом – это спектр после эквализации. Очень удобно, классно на всех эквалайзерах штатных это теперь есть. Следующий пункт – это сайдчейн, более гибко настраиваемый. Традиционный способ. Мы можем использовать компрессор штатный до нововведения. И он работал только от какого-то трека. Сейчас, если мы используем этот способ, мы можем в качестве источника указать конкретный трек или группу треков. Это важно. Например, у меня раз, два, три голоса трека, то бишь, идут в группу даб. И трек с оригинальными голосами, записанными, должен сайдчейниться, когда появляются дублированные голоса. Как это должно быть? Иди сюда, садись, я тебе о кое-что расскажу. То есть, когда есть еще голос дублированный, оригинальная дорожка, громкость этой дорожки компрессируется, соответственно, ослабляется по уровню. Это очень удобно и замечательно. И еще вдвойне замечательно, что я могу использовать сайдчейн на внешних плагинах. Не все поддерживают на данный момент, но тут уже зависит от версии плагинов и так далее. Но на примере вот этого плагина SUS, второй версии, вот здесь я выбираю, включаю сайдчейн. Откуда он будет сайдчейниться? Ну, пусть это будет тоже группа. И теперь я могу использовать не вот этот сайдчейн, который весь уровень компрессирует, а частотный сайдчейн, ну, потому что плагин позволяет это сделать. То есть, у меня будут ослабляться те частоты именно в тот момент, которые мешают новым голосам. Иди сюда. А, ну его надо включить, да? Иди сюда, садись, я тебе о кое-что расскажу сейчас. Ты кто такой? Так. Что-то, судя по индикации, он не срабатывает. Иди сюда, садись, я тебе о кое-что расскажу сейчас. Ты кто такой? Давайте с нуля его перенастроим. Я его прям удалю. Найдем в списке СУС. Это внешний эффект, внешний плагин. Добавляем на дорожку. Включаем сайдчейн. Здесь включаю сайдчейн. Откуда? Даб. И только поисполнение, что не уже это гнил абсолютно. Ну, в бета-версии она может, конечно, не так стабильно работать, как хотелось бы. Иди сюда, садись, я тебе о кое-что расскажу сейчас. То есть он ослабляет частоты, которые мешают новым голосам. Частота ослабляется у дорожки с исходными голосами, с оригинальными. То есть такой частотный, продвинутый, гибкий сайдчейн. Что очень удобно. И последняя, наверное, дополнительная опция в 19-й версии. При экспорте мы можем нормализовать... Так, аудио. Сейчас найдем. Так, у разделе... Аудио. Мы можем раскрыть вот эту менюшку. Выбрать Normalize Audio. То есть нормализовать аудио. Не просто к нулю децебелтам или к единой какой-то величине. Хотя это тоже мы можем, да, целевой уровень. Мы можем выбрать вообще, по какой шкале он будет отслеживать. И выбрать какие-то рекомендованные параметры. Ну, допустим, Netflix, YouTube, EBU, H128. Вот. Ну и что, собственно, экспортировать я буду. Работает. Да хорошо он работает. Замечательно работает. Единственная рекомендация. Мы должны примерно хотя бы изначально попасть на мастершине в проекте Firelight. В тот уровень, который мы хотим. Ну, пусть будет там минус 4 дБ трупик и минус 18 даже люкс. Он сам подгонит по целевой рекомендованные параметры выбранной площадки. Что очень замечательно. И еще последний, вот сейчас точно последний параметр. Но больше касается, наверное, дополнения. Да, это не то, что прям совсем новое. Это Solo Exclusive. Бывает, что мне нужно прослушать, например, раз, два, три трека. Ну, сейчас его... Было раньше вот так. Да. И потом выбрать между вот этими двумя. Да, две версии, например. Вот эта дорожка и вот эта дорожка. Я хочу между ними быстро сравниться. То есть мне нужно было здесь убрать Solo, а здесь нажать Solo. Как минимум в два раза больше клика. Какое умневотворение вот этой гармонии. И теперь я включаю вот здесь. Отмечаю Checkbox. Exclusive Solo. И теперь мне один клик достаточно, чтобы сравнить два трека. То есть он сам все делает, я просто один клик делаю. И если вдруг стоит задача, что я всегда хочу слушать музыку, например, продолжая сравниваться. Я нажимаю Command на Mac, Control на Windows и Solo, левая кнопка мышки, соответственно. Видите, у меня она горит таким синим цветом. Это значит, что несмотря на солирование последующих треков, вот этот будет всегда звучать. В покоях умневотворения вот этой... С дисконечной бичном... Музыкальный трек звучит всегда. Сейчас я буду... Если я хочу снять этот режим, я опять нажимаю Command и... Трек переходит в дефолтное состояние солирования. Все. Вот такие нововведения в девятнадцатой версии. Это вторая бета уже. Я думаю, эти инструменты еще оптимизируют, чтобы они меньше отъедали ресурсов компьютера. Иногда просто даже подвисает, так бывает. Все также эти параметры и модули в инспекторе трека. Вот здесь их можно включить. Выключить. Ну и, собственно, вызвать интерфейс для дополнительной настройки. Все. До встречи на занятии. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok